и если опять же понимать я хочу вернуться к этой мысли что мы к сожалению знаю что есть инстинкт и мы знаем что оттуда идут импульсы желания да вот и те приезжения и отталкивания любви дозные маркидные связанные с инстинктом репродукции другими инстинктами систем там самосохранения и все это нам не мешает принципе оставить на вот развитие у человека желаний на основе инстинктов без особого присмотра как-то оно само по себе происходит как-то там в нашем обществе сформировалась да и как-то вот мы так делали наши родители теперь так делаем мы и там делают сам и буду делать наши дети скорее всего и вот по этой причине у нас и возникает множество ситуаций когда мы сами запутываемся в самих себе и исчезает вот это вот сориентированность чего я хочу точно и чего я не хочу я знаю точно по своему опыту психолога психотерапевта кто у меня был тут знает да я самого почти начала спрашиваю чего ты хочешь очень сложно очень многим сложно сформулировать но в принципе когда каша мне так не нравится какие-то самые и на самом деле если мы уже найдем действительно чем то это же полгода можно больше 50 процентов потому что уже знаешь куда двигаться вижу все проще стало тогда смотрим как к этому прийти что для этого нужно а вот и опять же если есть вот это уже осознание да что я хочу секс пожалуйста ну найди способы реализации своих желаний так чтобы ну не знаю мама твоя не порвала на куски до окружающие люди оставались в легком неведении что ты чуть более одарена в этой сфере чем чем другие пройдут твои болезни да и возможно дальше как бы ты научишься управлять этим инстинктом вот кстати когда инстинкт пробуждается точнее так не иначе иначе скажу наши инстинкты когда мы признаем осознаем у меня есть такое желание честно сами себе может быть она для нас почему-то социально неприемлемо папа мама так казалось воспитание там учителя нам что запрещали все такое вот мы чувствуем этого хотим признаемся сами себе мы это в себе принимаем мы говорим но я так устроен у меня это есть это первый шаг и чаще всего вот это будет либо архаическая формула та самая древняя которая еще была у наших предков у наших обезьян предшественников человека либо вот деформированный такой вариант да вот которым тоже уже уже немножко накручен да у меня это есть и если сказать ну давай просто делай это то первое проявление они будут действительно безобразными не будут действительно ну какими-то такими да вот сложно потому что здесь у человека желание материться у некоторым людям я считаю это арабе это мы сегодня говорили надо материться я так чтобы у вас не сильно да вот это удивляло скажу так что у меня есть этот вектор я вам подтверждать и моя супруга мария она когда-то сказала такую фразу я никогда не слышала столько мата как с того момента как я начала жить с кандидатом наук как оказалось да вот это потребность но естественно я не делаю за все это время которое вы меня слушаете вы не слышали мата но я пытаюсь это видоизменить и допускаю это когда-нибудь только в таких случаях когда ну либо анекдот нужно рассказать от а из песни слов там не выбросишь либо помните какой-то фильме да это нехороший человек этот редис когда мне на новую батарею опустил ну тогда когда уже сдержаться не получается ввиду того острой какой-то боли там или проблемы и пробую заменить это какими-то шутками анекдотами да каким-то вот такими уже это культурно трансформированная форма ну культурно трансформированная форма потребности этого вектора одна из потребностей этого вектора говорить много сейчас я говорю я его реализую и принципе в это дает мне преимущество да я что-то могу если бы я не имел я бы вряд ли много так поговорил да так длительно мог разговаривать и что-то интересное рассказывать и первый этап это признать что у тебя это есть а вот следующий этап позволить этому естественным образом развиваться следующий этап это научиться когда это достаточно уже сильно начало проявляться в тебе научиться этим управлять самостоятельно научиться этим управлять потому что когда что делают родители когда они просто нам запрещают в том числе сексуальные проявления да или что-то еще другое они не дают нам на собственном опыте это он запрещает я знаю я боюсь я не буду этого делать то есть я не пробую если бы я пробовал да я бы накопил опыт опыт проявления и опыт управления ну то есть я уже знал как оно во мне там развивается как оно во мне проявляется что с этим делать потому что если я только сейчас впервые мне это вырвалось да оно просто будет происходить через меня и я ничего не смогу с этим сделать а если у меня будет опыт если я смогу уже да вот один раз проявив увидев как оно идет а вот здесь я например если так сделаю то я могу как бы сдержать это да ну например там не хорошо да там на людях это сделать ну я могу вот сдержаться на этом где-то вот когда никого нет ну то есть я научусь этим управлять нам нужно на следующем шаге сначала признаем принять проявить допустить себе полное раскрытие этого допустим но одновременно параллельно научиться этим управлять и проявлять тогда когда уместно ну если например сексуальность это супружеская пара у них да вот сейчас вот этот вот интимный момент ну это более чем уместно это даже освещено обществом но тем не менее правильно это даже есть такое понятие супружеский долг то есть это даже обязанности на вот каком то смысле ну это никакого смысла paid Продолжение следует...